КАНАЛ НЕРВОЗ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Анабиоз. Путь домой. Часть восьмая. Автор Алексей Гравицкий. Вообще потерял дар речи, потому что происходящего не могло быть по определению. Я бы не удивился, если бы оно произошло там, за стеной. Но здесь, в реальном мире, это было невозможно. Человек перевел дыхание, огляделся и шаркающей стариковской походкой побрел прямо на нас. Я вздрогнул. Артем посмотрел на меня странно. Удивление на его лице сменилось испугом. «Вы чего, дядь Сереж?» Я лишь мотнул головой. Попытался сглотнуть, но во рту пересохло. Мужчина в лабораторном комбинезоне преодолел уже половину расстояния, разделявшего наше продуваемое всеми ветрами укрытие и пышму. Теперь можно было в деталях разглядеть испещренное глубокими морщинами лицо старика. Его редкие седые волосы, выцветшие глаза, сизые, похожие на червей губы. Выглядел он хреновенько. Кожа на лице и руках шелушилась, где-то потрескалась до крови. Но в любом случае, сейчас Вольфганг Штамбергер смотрелся куда лучше, чем в последнюю нашу встречу, когда я закопал его хладный труп в километре отсюда на пару с Митрофанычем. Я готов поклясться, что старик тогда был мертвее некуда. И закопали мы его достаточно глубоко, чтобы он смог выкопаться без посторонней помощи. — Дядь Сереж, — потеребил за локоть Артем, — вы чего? Покойника увидали? Я кивнул. Именно. Покойника. Мертвец шел ко мне. Он уже увидел нас и двигался целенаправленно к кустам, в которых мы засели. В тот момент мне жутко захотелось развернуться и дать дёру. Но ноги отказывались повиноваться. Сердце колотилось, готовое разорвать грудь. По спине, несмотря на холод, потекла липкая струйка пота. — Этого не может быть, — промямлил я. — Не может этого быть. Вольфганг Штамбергер поднял руку в приветственном жесте и ацелютовал мне, как старому боевому товарищу. — Очень добрый вечер! — крикнул он. Голос старика сорвался, он закашлялся, сплюнул, поднял голову и посмотрел немного виновата. — Наконец я вас выискал! И ощущение реальности рухнуло с громким треском, как башни-близнецы с сентябрьским днём в начале века. — Хороший снапс! — похвалил Штамбергер Митрофаныч его пойло. Отставил стакан и занюхал половинкой кислого яблока. Хозяин кивнул. Он сидел в стороне от немца, поглядывая на старика с опаской. Я его понимал. Сам едва свыкнулся с мыслью, что закопанный немец снова жив. Митрофаныч смирится с тем, что сидит за одним столом с живым покойником еще не успел, потому пил. Торопливо, пытаясь при помощи допинга сравнять грань между текущей действительностью и действительностью привычной. — Между третьей и второй промежуток небольшой, — сообщил хозяин и поглядел на меня. — Вообще-то между первой и второй, — поправил я, подвигая Митрофанычу стакан немца, до которого хозяин постерегся тянуться. — Без разницы, — буркнул тот, разливая самогон. — Мне, Серега, сейчас все едино. Хоть между пятой и шестой мне мозги на место поставить надо. Звездочка в нашем застолье участия не принимала. Она сидела на лежаке у меня за спиной и, непонимающе, таращилась на Вольфганга. Кажется, звезду появление старика перемкнуло еще основательнее, чем нас с хозяином. Митрофаныч придвинул мне наполненный стакан, затем второй, тот, что предназначался немцу. Я исполнил роль передатчика, двинул стакан дальше по столу. Штамбергер широты хозяйской души не оценил. — Опять выпить? Найн! Столько нельзя! — Что русскому хорошо? Немцу смерть! Не стал спорить Митрофаныч и немедленно выпил. После третьего стакана взгляд Митрофаныча сделался масляным. Напряжение, что чувствовалось в каждом его движении, спало. — Ты, Вольф, не обижайся, но я скажу. Я тебя, труп твой окоченевший, своими руками землей закидывал. Вот этими руками. Хозяин продемонстрировал мозолистые ладони, весомо потряс ими. — Так что вот. Закончил он бессвязно. Немец новость о своей собственной кончине принял без малейшего напряга. — Я понимаю ваш недоумений, — заговорил он негромко. — Это есть закономерно. — Это не закономерно. Это против законов бытия. Взорвался всегда спокойный хозяин. — Или это чудо Божье? Митрофаныч быстро перекрестился на красный угол смутными ликами Николая Угодника и Божьей матери. — Прости, господи. — Господь ни при чем, — покачал головой немец. — Мы сами это сделаем, хотя и многое не понимаем. — Кто мы? — не понял Митрофаныч. — Мы есть группа ученых. Мы запускать коллайдер Ника у вас в Дубно. Мы получать бозон Хиггс, потом получать непредсказательный результат. — Митрофаныч, анабиос, вы все спать. Мы... Нет. Мы приобретать неожиданную способность. Не человеческую способность. Митрофаныч выпучился на немца, заморгал непонимающе, как разбуженная среди бела дня сова. — Чего? — пробормотал он. — Они не люди, — пояснил я. — Пока мы тридцать лет дрыхли их милостью, они получили какие-то способности. Божий дар. — Да, да, — закивал Штамбергер. — Например, я не умирать. — Он бессмертный, — перевел я для Митрофаныча. — Не совсем так, — поспешно поправил немец. — Я умирать много раз. Боль, мука. Умирать все время. Потом снова возрождаться. — Его дар в том, что он возрождается всякий раз, как умрет, — продолжил играть в переводчика я. А проклятие в том, что он очень быстро снова дохнет. И, судя по всему, ему это не очень нравится. — Я? — кивнул немец. — Это я понял, — снова разорался успокоившийся было Митрофаныч. — Но как? — немец повел плечами и притянул к себе нетронутый стакан. Видно, для него это была больная тема. — Какая разница? — покосился я на Митрофаныча. — Тебе это так важно знать? — Важно. — Зачем? — Важно, — с нажимом повторил хозяин. — Потому что человек имеет право знать, что с ним происходит. Немец крутил стакан в руке, мелкими глоточками потягивал самогон. На Митрофаныча он сейчас смотрел с большим интересом, чем на меня. Оно и понятно. Хозяин проявил любопытство. Ему можно и на уши присесть. — Я могу объяснять. — оседлал своего конька Штамбергер. — Есть множко версий. Есть очень занятные версии. Например, я говорить с корейской коллегой. Очень любопытно. Вследствие наш эксперимент там возникла червоточина. В нее попал... — немец пощелкал пальцами, подбирая слово. — Флюкцойк. Нелепость. С течением обстоятельств, но... Но все так совпасть, что они посчитать. Причина анабиоза в этом. То есть, они принимают следствие за причину. Очень-очень любопытно. Много версий. Правда одна. Я объяснят. Не все, но многие. — Не надо. — мягко попросил я. — Нет. Пускай объяснит. — потребовал Митрофаныч. — Давай, Вольф, объясни. Вы что, все теперь такие? Старик поглядел непонимающе. — Ну, бессмертные. — пояснил хозяин. — Нет. — замотал головой Штамбергер. — Это моя способность. Другие нет. Другие иначе. — Другие это какие? — Другой ученый, который запускать эксперимент. — А мы? Немец покачал головой. — Слушай, Кирилл Митрофаныч. Не выдержал я. — Тебе что, правда все это интересно? Чего ты от него хочешь? — Понять хочу, в чем тут божий промысел. Если все по воле Господа, так и это тоже. — Нет, все же хозяин забавен своей наивности. — Ты что, не понял еще? — Вот он, Бог, перед тобой сидит. — Не богохульствуй, — насупился Митрофаныч. Я зло расхохотался. — Богохульство? Забудь это слово. И образа свои забудь. И семь дней творения. Это был старый мир. А мы живем в новом. Вот и перед тобой один из богов нового мира. Эти новые боги не творили этот новый мир семь дней. Они его вообще не творили. Они облажались, понимаешь? Это была конкретная лажа. Просто кто-то опять полез туда, куда не просили. И это вечная проблема нашей науки. Всем рулит эксперимент. Этим умникам не надо думать. Они как дети. Им бы распотрошить и посмотреть, что внутри. Или проверить на реакцию всего совсем. Или вот посмотреть, что будет, если взять и разогнать что-то. А будет известно, что... Бум! Частицу бога они получили. Немец нахмурился. Митрофаныч смотрел на меня сердито. Серега, успокойся! Я? Успокойся? Лучше бы вы успокоились со своими лишними вопросами. Посмотри на него! Я кивнул на штамбергера. Вот твой новый бог. Сейчас их еще много, так что вот тебе новое язычество. Пройдет тысяча лет, кто вспомнит, что это были просто люди. Эти люди с их новыми способностями станут творцами нового мира. Они обрастут легендами. У каждого появятся свои функции. Но они не все бессмертные. Значит, со временем богов станет меньше. Этот, что перед тобой сидит, со своим бессмертием может претендовать на роль единого бога, который потеснит старый пантеон. Пройдет еще тысяча лет, и вот тебе уже новый создатель. Только не Саваав, а штамбергер. А если кто-то решит посмотреть, что у него внутри, а потом увидит его воскресшего, вот тебе уже и новый Иисус. А они не боги. Они люди, ученые, но не умные, с простым человеческим любопытством. И научный интерес у них давно к этому любопытству приравен. «Серега, у тебя каша в голове!» Снова отдернул Митрофаныч. Они сотворили новый мир по ошибке. С хладнокровным спокойствием продолжил я. Они понимают в этом своем творении не больше тебя или меня. Но они продолжают экспериментировать. Хочешь, он расскажет тебе о своих наблюдениях. Может, ты даже получишь какой-то ответ. Сколько трупов за этим ответом? «Серега!» Совсем помрачнел Митрофаныч. «Поссоримся!» «Сколько?» Повторил я. «Да какая разница! Вам же любопытно и тебе, и ему! Любопытствуйте дальше! Не стану вам мешать!» Я встал из-за стола и направился к двери. Митрофаныч смотрел на немца извиняющимся взглядом. Я вышел. «Он не со зла, Вольфганг!» Донесся сзади голос Митрофаныча, впервые назвавшего немца нормальным именем. Я хлопнул дверью. «Нет, не со зла. У меня нет зла ни к Штамбергеру, ни к его коллегам. Хотя они радикально изменили мою жизнь и жизни прочих семи, или сколько там нас, миллиардов. Злило не то, что сделано. Злило то, что никто ничему не научился. Одни опять любопытствуют, другие ищут ответы. А суть одна. И мне не нужен ответ на вопрос, что сломалось в их глупом коллайдере, или напротив сработало как надо. Мне неинтересно, что станет с частицы, если ее разогнать до нереальной скорости. Я знаю, что будет. Я на моцике в свое время катался. Я знаю, что если что-то безумно разогнать, то это что-то в конечном итоге резко остановится, наткнувшись на препятствие, и размажется в лепешку. Мне неинтересно, почему чертов немец бессмертен. Мне неинтересно, какие бонусы получили его кореша, потому что это не воскресит погибшего Олежку. Я не хочу рассуждать на тему Даррета или проклятие. Вечная жизнь через вечную смерть. Потому что у Олега не будет такой же жизни. Она будет у вечного немца, Штамбергера. Мне неинтересно даже, почему мгновение перехода из Новгорода в коровий брод сожрало полтора или сколько там месяца моей жизни. Потому что это время не вернется. Так зачем мне эти ответы? И как следствие, зачем эти вопросы? Я спустился с крыльца и пошел по дорожке. Неважно куда, просто продышаться. Когда у коровьего брода вместо коровы я увидел немца, когда понял, что он жив, когда выслушал его скомканное, коверканное объяснение, в первый момент обрадовался. Обрадовался тому, что не убийца. Тому, что снова есть свобода выбора. Что можно вернуться в Москву, а можно остаться. Сейчас от радости не осталось и следа. Было только раздражение. Может быть, не мотивированное, но настолько яростное, что даже думать не хотелось, есть на него причина. Или это просто мой клин. А может, это не клин, а кризис среднего возраста, как любил говорить Борька Борзый. Хрень. Все эти кризисы, трех, пяти, десяти лет, кризисы среднего возраста, временные кризисы в отношениях между мужчиной и женщиной. Все это полная хрень. Придумка психологов. Тропинка петляла. Куда теперь? Вернуться к Артему, который остался караулить свою корову? Да ну нафиг эту корову. Я повернул и попер через перелесок, не разбирая дороги. Впереди наметился просвет. Там, далеко впереди, сквозь сосны пробивался солнечный свет. Журчала пышма. Только я знал, что это не солнце, а треклятая мерцающая стена. Дернуть, что ли, туда, в свет? Прыгнуть куда-нибудь? Куда? В Москву? Тогда надо вернуться за немцем. Или неважно куда. Я остановился от неожиданно накатившего понимания. Цели нет, привязки нет. У меня была цель. Потом она размылась, ее не стало. А привязки и не было никогда. Оттого и мотает меня, то туда, то обратно. Я потер виски, посмотрел на свет, просеивающийся сквозь сосны. Нет, родной, погоди. Мне надо понять, куда идти. А потом уже двигаться. А ты свети пока. От тебя не убудет. Вдалеке хрустнула ветка. Заверещала и сорвалась с места перепуганная птица. Между соснами мелькнула фигура. Следом вторая. Внутри что-то съежилось. Высокий белобрысый мужчина и девушка. Они поднялись от реки, взялись за руки и пошли, о чем-то болтая. Я видел их, они меня нет. Ванька лыбился, как в первую и единственную нашу встречу. Яна улыбалась в ответ. И хотя это невозможно было разглядеть с такого расстояния, я знал, что на щеках у нее проступают ямочки, а в глазах пляшут веселые черти. Свет бил сквозь сосны. Они прошли. Быстро, медленно, не знаю. Мимо, своей дорогой. Один раз они остановились и долго целовались. Белобрысый детина впивался своими пухлыми губами в мою... Нет, не мою Яну. Потом они снова зашагали, пока не исчезли между сосен так же, как и появились. Они ушли. Я остался. Стоял оглушенный и слушал ветер. «Один из них тебя обманывает», — слышался в его холодных порывах голос мертвого Олега. «Не твоя эта девка», — вторил ему далекий голос Митрофаныча. Сколько я так простоял, не знаю. Способность двигаться вернулась ко мне тогда, когда холод внутри меня и снаружи сравнялись. «Холодно», — пришла вялая мысль. «Пора домой». «Привет». Яна резко обернулась. Я не хотел ее пугать, просто ждал в стороне от дороги возле дома и остался незамеченным. Она прошла, я вышел на тропинку и окликнул. «Шпионишь?» «Нет». Я взял Яну под руку и повел к дому. «Ищу тебя везде». «А ты опять гуляешь?» «Гуляю», — дерзко отозвалась Яна. «Прогулки на свежем воздухе полезны для здоровья». «С этим», — уточнил я, имея в виду Ваньку. Яна поняла, остановилась, выдернула руку и полоснула меня взглядом. «Ты с ним спишь?» «Нет». «Врешь». «Хорошо», — нервозно. ответила Яна. «Я вру. Я с ним трахаюсь. Если тебе так этого хочется, пусть будет так». Девушка смотрела мне в глаза, снизу вверх, но так уверена, что я засомневался в своих подозрениях. Хотя в чем тут сомневаться? Я же сам их видел своими глазами. Они целовались, это факт. А постель, в конце концов, вопрос времени. «А говорила, что любишь», — уличил я. «Ты тоже много чего говорил», — взвилась девушка. «И про любовь? А с тех пор, как мы сбежали, не обращаешь на меня внимания. Меня как будто и нет. И вообще, ты мне Москву обещал, а сам?» «Так тебе Москва была нужна, а не я». Но Яна не услышала или не захотела услышать. «Притащил меня в эту глушь и оставил». «Мы остановились здесь вместе. Большая радость. И что дальше?» «Ничего. Надо как-то устраиваться, раз мы здесь застряли». «Вот именно!» — выпалила девушка. «Надо устраиваться. Ты, извини, здесь никто. А с Ванькой не пропадешь». Я пожал плечами. Боль и злость отступили. Осталось лишь холодное равнодушие. Я чувствовал, что это ненадолго. Все вернется. А сейчас это неожиданное спокойствие было кстати. «Ну и чего ты ждешь? Мотай к своему Ваньке». «Вот! Вот! Ты весь в этом! Истеричка! А Ванька... Он настоящий!» Девушка зло сверкала глазами. Лицо ее стало жестким, несимпатичным. Такой Яны я еще не видел. Быть может, такой она была на самом деле. Хотя мне не хотелось в это верить. В любом случае сейчас она загнала себя в тупик. Пыталась сделать виноватым во всем меня. Видимо, так ей было легче. Но только я себя виноватым не чувствовал. И истерики у меня не было. «Можешь оставаться истеричкой, можешь идти к Ване. Твой выбор». Следенным спокойствием предложил я. «Ответственность перекладываешь!» Задохнулась от злости Яна. «Да пошел ты!» Она развернулась и сделала несколько быстрых шагов. Прочь по тропинке. В другую сторону. От дома Митрофаныча. Из моей жизни. «Ты сам во всем виноват!» Крикнула она, разворачиваясь на ходу. «Конечно!» Кивнул я и вмазал от души ниже пояса. «Штамбергер вернулся!» Яна замерла, осмысливая сказанное. Я развернулся и пошел к дому. Поверила она мне или решила, что я спятил. А может, подумала, что просто мелочно мщу и придумал это на зло. Неважно. Она оставалась здесь, без меня. Она выбрала сама. Прав был Митрофаныч, не моя эта девка. И мертвый Олег был прав. В душе росла тоска. Я придавил ее усилием воли, зная, что она все равно вернется. Никуда не денется. Только затаиться на время, чтобы потом выбраться и подло пустить яд в сердце в самый неподходящий момент. Подошел к дому, поднялся на крыльцо, толкнул дверь. Скрипнула. Уютно повеяло теплом, жареным луком и самогоном. Они все-таки напились. Издержанный на алкоголь немец и отстранявшийся от самогона звездочка. Про любителя залить за галстук Митрофаныча и говорить не стоило. Хозяин натрескался до такой степени, что растерял страх и сидел теперь в обнимку со штамбергером. Оба покачивались в такт песенки, которую намяукивала на ломаном русском набравшаяся звезда. Рассветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша на высокий берег на крутой. Выходила песню заводила про степного сизого орла. Про того, которого любила. Про того, чьи письма берегла. «Эх!» — гаркнул Митрофаныч и подхватил гитару. Но вместо того, чтобы ударить по струнам, забарабанил по нижней деке, и они запели на два голоса. «Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет!» Митрофаныч со звездой горланили, кто в лес, кто под рова. Хозяин нещадно долбил ладонями по гитаре. Немец текста, видимо, не знал, или петь не умел, что не мешало ему прихлопывать в ладоши. «Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюше сбережет». Троица выглядела бесподобно. Признаться, в тот момент я забыл обо всем, даже о Яне. «Эх!» Снова рявкнул Митрофаныч и выдал финальную дробь, такую забористую, что я испугался за гитару. Инструмент выдержал. Митрофаныч покосил на звездочку мокрым глазом и спросил. «Ты от кель нашей песни знаешь?» Звезда неопределенно взмахнула рукой. «Мол, я и не так умею». «Она еще калинку-малинку может», — поделился я знанием репертуара. «Сережа!» — заулыбалась звезда. «Мы здесь выпить!» — поведал Штамбергер. «Немножко». Митрофаныч обошелся без слов, только кивнул, подзывая к столу. Я подсел к веселой троице, оценивая масштаб посиделок. «Немножко», — по мнению Вольфганга. «В пересчете на человеческий объем укладывалось должно быть литров два с половиной. Во всяком случае, в огроменной, казавшейся почти бездонной бутыле, осталось сильно меньше половины». «Хорошо посидели!» «Хорошо сидим!» — запинаясь, уточнил Митрофаныч. «Способности хозяина в области русского языка основательно приблизились к способностям иностранцев». Митрофаныч глотал буквы и слоги. Дикция его прихрамывала на обе ноги. «Чем контактики протирать будете?» — поддел я. «У меня еще есть!» — отмахнулся хозяин. «Выпьешь?» — я кивнул. «Отчего не выпить в хорошей компании, которая хороша настолько, что разговоры на раздражающие меня темы заводить уже не станет? Просто не сможет». Бутыль тряслась в нетвердой руке хозяина. Самогон расплескивался по столу мутными лужицами. «А Вольфганг мне все объяснил», — доверительно поделился Митрофаныч. «Пока тебя не было, правда». «И ты все понял?» — кивнул я, чувствуя, что даже если возьму разгон с места в карьер, то вряд ли догоню нажравшуюся троицу. «Зря смеешься, Серега. Ты вот смеешься. А я теперь знаешь, кто?» «Пьяный мужик!» — попробовал угадать Яне, особенно надеясь на попадание в нетрезвую логику. Собственно, я в нее и не попал. «Не-е-е-е-е!» — протянул хозяин. «Я теперь хранитель знания». Он сделал страшные глаза и приложился к стакану. Я последовал его примеру. Самогон обжег пищевод, тепло угнездился в желудке, оставив во рту ненапрягающее послевкусие. Митрофаныч протянул четвертинку луковицы. «Знаешь, — назидательно изрек он, — надо закусывать. Я теперь все знаю, Серега. И про анапиоз, и про коллайдер, и про червоточины. Серьезно. Угу. И звезда тоже. И я!» — кивнула моя тайская спутница. «Я-я!» — подтвердил немец. Сухо закашлялся. «Только она не поняла ничего», — авторитетно пояснил Митрофаныч. «А ты понял?» — хозяин кивнул. «И что тебе в этом знании?» «Знании? Сила!» «Я-я!» — снова поддакнул штамбергер. «Ну, обменяй его на сигареты и кефир», — предложил я. «Сигарет поблизости нет ни у кого. А кефир я не пью. Кстати!» Рука хозяина потянулась за бутылью. Снова щедро расплескала самогон по стаканам и столу. Выпили. Тихо потрескивали дрова в печи. Гудел ветер. За окном пошел снег. Он валил мохнатыми крупными хлопьями, засыпал дом и двор. И поселок с тремя названиями. Снаружи было холодно, а внутри царил скромный уют. Здесь было защищено и тепло. И мир, кажется, сузился до этого крохотного уголка, где пахло луком и самогоном. Приятная недолговечная иллюзия. Я закрыл глаза. «А я тебе хату присмотрел, Серега!» Задушевно поведал Митрофаныч. «Хозяева анабиоз не пережили, так что она ничейная. Ладная хата, стены крепкие, крышу поправим, я помогу. Конечно, внутри похозяйничать придется, но это ерунда». «Найн!» — встрепенулся немец. «Уходить! Москва! Я есть провожатель!» Я открыл глаза и вернулся в реальность. Звездочка дремала, ткнувшись лицом в стол. Немец и Митрофаныч смотрели на меня с пьяной выразительностью и молча требовали ответа. Хозяин не выдержал тишины первым. «Значит, уходишь!» — вздохнул он тяжело. «А говорил, останешься!» Он ждал от меня ответа. Ответа не было. «Я подумаю!» — отвел ее взгляд. «Ничь подумает!» — помотал седой головой немец и снова заперхал. Кашель был нехорошим. «Найн!» — повторил он сипло, когда приступ закончился. «Очень маленькое время. Я не мог ждать долго. Скоро умирает!» Они снова смотрели на меня с двух сторон и ждали решения. Один вернулся с того света, чтобы выполнить обещание проводить меня в Москву. Второй принял меня как родного и заботился о моем будущем в поселке Покоя. «Вольфганг, вы все равно сейчас не сможете никуда уйти!» «Почему? Я смочь!» Старик поднялся из-за стола, сделал шаг в сторону, но его так повело, что он едва удержал равновесие и спешно вернулся обратно. «Не смочь!» — расстроенно констатировал немец. «Я подумаю!» — повторил я. «Утром дам ответ. А сейчас не хочу об этом думать. Наливай, Кирилл Митрофаныч!» Снег шел всю ночь. Мы пили до утра. Немец отпал раньше. Мы с Митрофанычем сидели и квасили до тех пор, пока за окном не забрежил рассвет. Только тогда расползлись. Я на лежак, хозяин на палате. А снег продолжал валить, будто решил отыграть свое. Тихо, мягко. Под такой снег, как под затяжной дождь. Хорошо спится. Кажется, мне даже снилось что-то, причем вспомнить, что именно, я не смог. Но ощущение от сна оказалось приятным. «Кирилл Митрофаныч!» — вторгся в сон далекий вопль. «Дядь Сереж!» Не соображая со сна толком, что происходит, я сел на лежаке и огляделся. За окном было светло, кружились редкие снежинки. Немец спал, уткнувшись мордой в стол. Звездочка приоткрыла один глаз и мутно глядела на мир, понимая не больше моего. Митрофаныч сел на печи и свесил ноги. Рожа у хозяина была мятая, но во взгляде чувствовалось присутствие мысли, которому я искренне позавидовал. «Артемка!» — сипло выдавил хозяин и закашлялся. Тихо матерясь, ехал с печи, постановая схватился за голову. Перекрестился на красный угол. «Господи боженька! Прости меня, грешного! Сколько ж мы вчера вылокали!» Я не стал отвечать на риторический вопрос. Пустая бутыль под столом и вторая початая того же феерического объема на столе говорили сами за себя. Звезда закрыла глаз. Митрофаныч добрался до ведра с водой, зачерпнул кружкой и выпил все одним долгим глотком. Вторую кружку вылил на голову. Выдохнул. Нароже появилась блаженная улыбка, которая тут же и слетела, как только резко забарабанили в дверь. Каждый удар будто канонадой прогрохотал в больной голове. Немец резко сел, очумело поглядел по сторонам. Звездочка открыла, наконец, оба глаза, но тут же сморщилась и поспешила смежить в веки. Дверь распахнулась с такой силой, будто ее хотели сорвать с петель. На пороге стоял Артем. Парень, видимо, долго и быстро бежал. Он тяжело дышал, пучил глаза. «Дядь, Сереж, там...» Артем задохнулся и махнул рукой куда-то в сторону. «Я там корову ждал, а оттуда пришли мужики с ружьями. Тебя спрашивали, дядь Сереж». «Чего?» Соображалка с похмелья работала вяло. «Меня здесь никто не знает». «Толком говори», — проворчал Митрофаныч. Артем перевел дух и заговорил спокойнее. «Я у брода сидел, корову ждал. Вчера ж так и не пришла, только дядь Вольфганг. А коровы не было, так я ее сегодня караулил. А из света вместо коровы мужики пришли. Много, восемь. Злые. Один такой хриплый и скалится, как волчара. Он у них за главного». «Хриплый и скалится». Перед глазами мгновенно всплыла физиономия большого человека Гришки Фарафонова. «Неужели Фара нас нашел?» «Ружьями помахали?» Продолжал тараторить Артем. «Спросили про тебя. С чего взял, что про меня?» «Он так и спросил, мол, не приходили из света мужик с бабой, старым фашистом и...» Артем потупил взгляд и добавил совсем смущенно. «Ускоглазым пи***ром. Извините, дядь Сереж. «А ты чего?» Я пропустил мимо ушей и извинения, и их причину. «Ничего. Сказал, что не знаю. Они мне ружье к носу говорят, если врешь, башку отстрелим. А ты?» Я сказал, что все равно не знаю. Послал их к Ване-радисту. Сказал, может, он знает. Они и ушли. А я к вам побег. «Ружья у них. И сами дикие. Как бы беды не было, дядь Сереж». Осознание рухнуло ледяным водопадом. Мысли запрыгали, как шальные белки. «Фара. Больше некому. Меня здесь никто не знает. И через червоточины с людьми и ружьями за мной в компании бабы немца и тайца мог пойти только он. Значит, надо бежать». Вот и решение созрело. Само. Видно, не судьба мне в белокаменном броде имени всякой живности поселиться. Значит, ноги в руки, немца с собой и в Москву. А я на? Внутри похолодело. Артем отправил Фарафонова и компанию к Ване-радисту. К нему же вчера ушла и Янка. Я рефлекторно вскочил на ноги, дернулся к двери. «Стой!» Рявкнул Митрофаныч. Я замер. Хозяин выглядел на удивление трезво. Даже похмельным его трудно было назвать. «Кто эти с ружьями? Ты их знаешь?» «Кажется, знаю. Фара и сопровождение». «Шайся!» Выругался Штамбергер. Митрофаныч смирил немца оценивающим взглядом. «И он, кажется, знает». «Что за фара?» «Один большой человек из Великого Новгорода». «Это тот, у которого ты бабу увел?» Митрофаныч нахмурился. «Хреново греют батареи». «Ладно, договоримся». Я помотал головой. «Не договоримся. Не те там люди, чтоб договариваться. Да еще и обижены. Уходить нам надо вместе с немцем. Побыстрее. От греха подальше». «Значит, не останешься?» Вздохнул Митрофаныч, будто у меня был выбор, и все сейчас зависело от моего желания. «Обещал». «Вам же лучше будет, если мы уйдем». «Может и так». Задумчиво протянул Митрофаныч. Двор был бел, снегу намело выше колена. Он скрипел, проминался под ногами. На ровном серебрящемся ковре оставались темные провалы следов. Их было немного. Мои, немца и Митрофаныча возле крыльца. Да еще смазанная дорожка, убегающая за забор. Следы Артема. «Фигово. По следам парня фара нас в момент найдет. Хотя, Артем их к Ваньке отправил. А там, чтобы не произошло, фарафонов будет знать, где меня искать». Снова возникло нерациональное желание дернуть к улыбчивому Ваньке. Предупредить, спасти. Видимо, это стремление очень ярко отразилось у меня на физиономии, потому как Митрофаныч сильно сжал мое плечо. «Даже не думай», — сказал он тихо, так, чтобы слышал только я. «Эти твои с ружьями уже там. Предупредить никого не успеешь. Решил уходить, уходи. Если поторопитесь и напрямки через лесок дернете, успеете». «А ты?» «Разберусь», — отмахнулся хозяин. «Ты это?» «Хочешь, возвращайся, Серега. Тебя здесь всегда ждут». Митрофаныч коротко обнял меня, хлопнул по спине. Махнул немца на прощание. Штамбергер скинул в прощальном жесте вялую руку. Вольфгангу было паршиво. Не то сказывалось похмелье, не то просто стало плохо. А может, одно наслоилось на другое. «Ну, с Богом!» Напутствовал хозяин, и мы пошли. «Не люблю долгих прощаний, топтаний в дверях. Уходя, уходи!» Мягкий снег скрипел под ногами. Проваливаясь по колено, мы с немцем добрались до сарая. У Штамбергера тут же началась отдышка. Да, погодка не способствует быстрой ходьбе. А похмелье усугубляет. Утешает только одно. Наши преследователи тоже сугробы месят. «Сережа!» Я обернулся. От дома Митрофаныча, утопая в снегу и спотыкаясь, бежала звездочка. Я почувствовал укол совести. Яну, которая меня использовала и выбросила, как одноразовую салфетку, порывался спасти и не один раз. А про звезду даже не вспомнил. «Подожди!» Мы с Фольфгангом топтались у сарая. Я сердился на себя за невнимательность. Звезда, впрочем, не обиделась. Во всяком случае, когда нагнала нас, вид имела весьма довольный. «Сережа!» Протянула она счастливо. «Спасибо!» Я не стал акцентировать внимание на том, за что меня благодарят. Только кивнул и отвел взгляд. «Пошли!» Уже не оглядываясь, мы вышли за останки забора. Перемахнулись через дорогу и углубились в лес. Снег забивался везде, где только можно. Ноги мерзли. Все же обувка у нас была не зимняя. За спиной на белом ровном полотнище, что насыпалось за ночь и первую половину дня и укрыло белокаменной, оставались неряшливые провалы следов. Хреновенько. Тут не то, что следопытом быть не надо. С таким шлейфом за спиной нас и слепой найдет. Звезда споткнулась, не удержала равновесие и рухнула моськой в снег. Поднялась, отплевываясь. «Кинг!» Буркнула обиженно. Я протянул руку, помог подняться. Звездочка одарила меня благодарным взглядом. Руки у нее были холодными, саму потряхивала. И уже не от похмелья. Мы были не готовы к зиме, и шмоток, подходящих на всех, у Митрофаныча не нашлось. А искать на стороне времени уже не было. Особенно к зиме оказалась не готова моя тайская спутница. Для нее такой климат находился за гранью понимания. Они там в своем Таиланде снег, пойди, только в кино видели. Немец, напротив, прекрасно знал, что такое русская зима. Но с каждым шагом в Ольфгангу становилось все хуже. Из-за всего этого скорость наша значительно падала. Дом Митрофаныча скрылся за деревьями. Вокруг был лес. Здесь хозяин нас увидеть уже не мог. Идея родилась сама собой. Я остановился. Звездочка и Штамбергер смотрели на меня с непониманием. «Что-то есть случилось?» Уточнил немец. «Идите», — покачал головой я. «Все хорошо. Идите прямо, выйдите к стене. Я вас догоню». Немец покосился на звезду. Через лес.